я хотела сегодня снять видео такое как обычно смешанное там и про парфюмы и про маму ну про астрологию в общем отборную солянку опять сделать но нет у меня нет сил и сейчас чисто по делу и даже без музыки я решила сделать по-быстрому в общем 4 посылки только приехала из 8 а нет вру вчера еще каким-то чудом привезли в общем это вы 5 5 парфюмов в общем я не выдержала вчера раскрыла бандерольку в общем первый это sensual and decadent как всегда камера не может сосредоточиться наверно слишком много объектов да ну в общем придется верить на слово просто это lm perfumes sensual and decadent lm perfumes имеется ввиду лора мацона и а название и что позже переведу ладно сейчас быстро отстреляюсь в общем вчера я его затестил остальные пока нет они еще не вскрытые а про отзывы в общем касается вот этих всех парфюмов я предыдущем видео говорил что там просто такие прям отзывы как будто там что-то блять невообразимое вот это мне не понравилось это это похоже на тантру от бракард я просто так ее себе запомнила я помню лет десять наверное лет назад когда я была только на первом курсе когда только-только приехала в тверь я устроила сплет на пару дней пока меня не уволили опасаясь там проблем с умс в общем там был такой крохотный в юности магазинчик парфюмерии и косметики там все до 500 рублей в общем и там такой флакон стоял он такой очень нарядный блять якобы тантра я естественно там все флаконы пересушила и вот он похож на эту тантру но с такой некой шероховатый как вот это полотенце подложкой вот у них длинный эксклюзив кстати есть одна общая такая штука как какая-то такая фактурность ткани то есть она не такая гладкая как сатин а такая этот ну как кожура персика она такая шершавая что ли да это как тантра на такой шершавой подложке но в общем это большое разочарование потому как хотя нет ну да это разочарование но это не глобальное разочарование потому что я про этот парфюм узнала от вот этого вот когда я упала живется из фраги в принципе ну можно было этого ожидать потому что когда я изучала его в полке там был парфюм fusion secret obscure от мажда беккали он у меня был когда-то но я его быстренько сплавила потому что он как сказать он тогда еще был на пике популярности и блин в магазине когда я слушала все парфюмы мажда беккали он да он конечно же самый эффектный как и pure наркотику body body share the victorias но тем не менее в нем такая исключительно какая-то ну такая петушиная что ли привлекательность такая вот как гумберт из романа набокова говорил что вот если смотришь на снимок ну на школьную фотографию там вот есть девочки такие они типа первые красавицы класса но все равно это не то а вот есть нимфетки они могут быть незамеченными но это вот прям настоящие жемчужины то есть они еще такие не расцветшие если попросить нормального человека отметить самую хорошенькую на групповом снимите школьниц он не всегда ткнет нимфетку надобно быть художником и сумасшедшим игралищем бесконечных скорбей и сверх сладостным пламенем дабы узнать сразу маленького смертоносного демона в толпе обыкновенных детей она стоит среди них неузнанная и сама не чующая свои баснословные власти до свидания милые создания что есть в их лице такое дорогое то есть они в перспективе расцветут и будут просто типа невообразимыми роскошными женщинами я глядел на нее и не мог наглядеться и знал столь же твердо как то что умру что люблю ее больше всего что когда-либо видел или мог вообразить на этом свете от нее оставалось лишь легчайшее эхо той нимфетки но я облаготворил ее эту лолиту бледную и оскверненную с чужим ребенком под сердцем все равно даже если ее глаза потускнеют даже тогда я буду с ума сходить от нежности при одном виде ее дорогого лица вот и pure narcotic как essential and decadent как и долина эксклюзив какая сама долина это нечто ну не знаю дешевое завернутое ну типа в какой-то такой фантик аля типа под что-то дорогое но от этого быстро устаешь и никакого по сути восхищения это не вызывает это как что-то типа ого какая нарядная блять как елка ну вот такие это эмоции вызывает так что нет я не знаю может я его даже попробую перепродать нахуй я не думаю что я буду им пользоваться но уж точно не в эту погоду а я кстати в предыдущем видео сказала что долина эксклюзив мне все-таки нужна вот так это и бывает блять в мире парфюмерии но нет да 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 он мне сразу не понравился не долина эксклюзив не обычная долина а потом что-то мне вот нужна была вот эта вот шероховатость у меня просто не было похожих парфюмов с такой вот ну рыхлостью какой-то ну такой тальковостью и в долине эксклюзив вот этот вот красивый такой аккорд такой очень такой кашемировый что ли но тем не менее вот я вчера буквально в автобусе я такая стою чувствую такая блин и даже длинный эксклюзив но все-таки нет как же со стороны она у волга смотрится ну в смысле слышится думаю хорошо что принесло я ее вычеркиваю категорично из из виш-листа и даже для названия porn star она даже для этого не дотягивает то есть то есть я иногда люблю как классно сказал кощей там говница съесть но это в том смысле что ну вот есть допустим передача с парис хилтон и с николей ричи которые показывали по мтв простая жизнь с парис хилтон ну или как блядь счастлива вместе я тащилась от светки букиной когда-то ну длинный эксклюзив кстати похоже на светку букину в принципе хотя не 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 светка все равно будет попиже вот светке подошел бы вот запах риксоны тинс розового вот эта тема а длинный эксклюзив это больше подходит блядь какой-нибудь медик ганджаливый ну который делает вот всем белье для ебалок в общем вот им стоп рот понравится так ладно с этим закончили слава другу так 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 нет я не умею жанглировать пока что пусть будет Ирина Сергеевна Амельченко Московская область Орехово-Зуево улица но я не буду эту самую много полить но это в общем первая посылка из Орехово-Зуево я не помню кто мне что-то направлял остальные два парфюма я перенесу на следующий выпуск ну так даже лучше чтобы этот не нагружать но смот чем меньше парфюмов я сейчас послушаю тем более точные замечания на его счет я сделаю о я впервые говорю получается без музыки ну не впервые но это большая резкость получается а я забыла сказать что единственное мне вот к тому пузелечку доложили вот такую штуку это Coco Chanel что а Coco простите Mademoiselle Eau de Parfum Intense это это что у нас нет я вообще напряжёнки с романами Chanel и я тоже так не поняла благо у меня была возможность затестить Coco Noir в парфюме на трёхе он тоже такой перехвальный и вот после вот этого essential and decadent одно такое название юб твою мать если бы он назвал по-русски он назывался чувственный и декаданский да это что-то блять в роли в смысле в стиле я не знаю Ирины Понаровской какой-нибудь или Аллегровой такс ну всё равно я конечно не буду скрывать но я хочу чтобы хоть что-то из этого ну оправдала оправдала вот эти мои усилия потому что вот ну то есть у меня был определенный такой wish list когда-то давным-давно полноразмер полноразмерных флаконов и благо я эволюционировала и додумалась нахуй сначала их попробовать ну а набрала вот этих вот пробников и все они прям вот супер захваленные то есть 90% ой кто-то еще что-то положил так это что блин растеклась растеклась надпись такое вот пятнышко что-то там altes mi блин надо будет просто писаться в общем мне положили еще один пробничек вот это приятный бонус общения с профманьяками они все время как вау так сразу это батита дали насчет него у меня тоже очень высокие ожидания были но не сейчас а давайте я попробую оценку что-ли поставить essential and decadent я оцениваю наверное в 5-бальной шкале на я выбираю между единицей и двойкой ну пусть будет двойка но двойку я его оцениваю так сейчас открыл в бакошку и так вот этот алли в сумах крыла называется аромат ну так переводится ну вот этот по-моему действительно на уровень выше хотя цены у них примерно одинаковые у всех они далеко не дешевые холостой холостой про этот парфюм тоже говорил тот Лео в такой шапке как его там блять ипполита из ипполита из окна на на шапке ну вот этот вот фильм который постоянно крутит на новый год да неужели неужели аллахин который или аллахайм неужели он самый лучший блять из его полки хотя аллахайм стоит у него на полке нравится не люблю а батиту дали sensual and decadent как и фьюзион сакре стоит на полке люблю я что это не врубаясь там надо было вообще-то другое ожидать на удивление я думаю что все эти парфюмы такие прямыми и в общем да но это тоже не всегда страшно и думаю что они гурманские а этот кстати мылит но не забываем что это первое впечатление все и следующем видео я могу сказать все 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 пардон типа я расслушала но зато в любом случае вот вот этот али он хотя бы не такой примитивный как чувственный и декаденский от л.м. парфюмс не просто вспоминаю отзыв одной девушки на лапе ну это форум этот обменника напишет ой мч когда слышит вас меня говорит и порывается меня съесть тогда у него тоже пика или как эта болезнь называется расстройство пищевого поведения потому что там очень сильно слышится мыло и как-то ела мыло в смысле пыталась неприятный опыт но типа я его хотелось не запаха кстати а из-за формы мне так нравился вот этот вот такой прям четкий ровный блок белого цвета он мне напоминал мел ну вот этот хотя бы по интеллигеннее его не стыдно было бы как-нибудь разок надеть даже на какую-нибудь встречу с незнакомыми людьми но все же не так страшно черт как его молюет в обратном смысле ты поговорки то есть тоже перехвали на это спирщина екатерина саратов из саратова исполнить не помню ну это нормально то есть я тоже так упаковываем и мы все вот эту бумагу потом храним ну типа из соображения экологичности да и вообще типа только в нее удобнее на самом деле всего запаковывать парфюм а не так это целехоньки меня приезжают вот его мне тоже было очень опытно послушать хотя блять после всех этих игр слов сейчас объяснился в общем это они еще парфюмс они специализируются на таких ультра супер турбо гипер секси парфюмах у них все названия такие психоделик лав что там абсолют афродизиак там ну в общем все такое типа крышку такое соблазнительное роковое в общем но после лм перфюмс ну и вообще в общем если парфюм так ой какой сильный уже слышно если парфюм так называется вы ну типа рассчитываете на то что это будет как вот эти вот парфюмы из секс-шопа в секс-шопах же тоже продаются всякие вот эти парфюмы с этими афродизиаками ну в общем я сама напросилась да что-то мне напоминает опять я сто пудов такое тоже слышала это это господи да уж а еще как раз ну вот этот я наверное буду пользовать поприку потому что он напоминает вот эти все запахи которые ты встречаешь иногда проходя мимо вот этих островков вот в глобусе есть такой сейчас много где в торговых центрах есть такие островки там типа номерная парфюмерия или арабская парфюмерия там наливная в общем там закос под бренды и вот эти все восточные парфюмы у них такая блять подложка есть вот это вот супер мускусная господи я думала я думала типа а может купить приколы чтобы все таки вздыхались нахуй и вот этот вот порвем мне это может обезбедить легко ну нет это конечно это это просто блять плевок в лицо ну в смысле у нас такое улыбочками типа смешно да нет все я больше не буду это тут еще дохуя его так я не уверена я наверное шприцом как-то откачаю немножко вообще так просто иногда прикалываться на праздниках каких-то но прям на полном серьезе такое носить это конечно но все равно у меня сейчас чистый следовательский интерес к миру фрагрантики типа какие парфюмы какие отзывы там типа на себя берут так осталось еще два пакетика а предыдущему я должна поставить вот этот али сейчас ну после вот блять high frequency хочется поставить вот этот али ну три с плюсом а high frequency наверное единица то есть первый у меня был двойка второй три с плюсом а этот единица но не call ну хотя почему не call в принципе нет наверное даже call да я не буду короче сегодня этот юлиц и еще есть в нем такой аккорд от я поняла что хотел создать этот как там его прин ламрос автор strangers парфюмеры когда делал парфюм это регина джордж из дрянных девчонок я сейчас очень хорошо чую много параллельных линий очень похоже кстати я бы сказала прям процентов на офигеть на 60 но при нам получилось получше все таки он не переборщил с мускусом все таки так это у нас что это суворово ля 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 из Москвы там осталось наверное Мария Медичи и еще что-то Ого, ааа, симпатичный такой атомайзер. Ну, я уже немножко расстроена, честно говоря, и так боюсь критиковать уже, причем это же тоже как бы арабская парфюмерия, да, это, по-моему, бренд то ли из Эмиратов, то ли там еще такой флакон, такой, ну, прям, типа, восточная сказка. Да, так, ну, пусть будет сюда, а, ну, прям, спасибо, так дохуя прям. Ну, пожалуйста, ну, как ты, блядь. Ну, вот это, кстати, действительно, все, что я сегодня слушала, но самое такое импозантное, я бы сказала. Вот в этом не стыдно выйти, причем это очень похоже. Я не прогадала вот с ним, я его себе так и представляла, я, правда, говорю, потому что в отзывах на фраге все говорили про мед, что это прям так реалистично, так реалистично, что прям горли першит, типа, от такого меда и такие же были отзывы у Би от Zoologist, но надо сказать, что Каял мне нравится больше, в смысле, в жюри. Мне не нравятся прям такие монолитные запахи чего-либо, ну, есть исключения очень маленькие, и все же я предпочитаю какие-то мифологические запахи, то есть ни одна там мимоза, ни один ландыш нахуй, а что-то с ними в дуэте должно красиво петь. Да, вот этот мне нравится пока что, он в фаворитах. Не могу сказать, что, а, блядь, господи, где брать деньги на полный флакон, но я его еще пока погоняю. Ему я оставлю, наверное, на твердую четверку, да. Благодарю, прям благодарю, я сегодня на лапе сделаю подарочек вот этой девушке, остальное мне сделаю. А, да я даже, я думала вот этой вот сделать, кто мне Сэншу Эндэкнант отправил, потому что она мне положила... Ну, короче, она мне положила пробник крема и вот этот вот пробник Шанель Коко, но что поделать, блядь, она не угадала с моим вкусом, это ее проблемы. И, может быть, ей это и сама не нравится, откуда я знаю, она решила избавиться от этого. А я тоже кому-нибудь это передарю, скорее всего. А вот за вот это я прям... Я не дарила подарки, и мне было уже стыдно, и пора вот начать, я начну с этой девушки. Фух, сейчас. Так. Надо было, конечно, начать с этого, потому что этот прям такой слюновыделительный. Сейчас надо от него отдышаться. Так, и последняя посылочка из Владивостока. Куриленко СВ. Владик. Вот это, наверное, Мария Медичи. Ой. Конечно, неправильно используются ножницы. Да. Да. Уф, ёб твою мать. Ну, ты такой хорошенький такой, как закладочка. Скотч прозрачный. Ну, хорошенький, да? У меня прям материнский инстинкт проснулся. Такой прям, гляжечка, конвертик. Куриленко. Скотч прозрачный. ijd. Да, 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 это... 12 парфюмерs français, marie de Médicis. 12 парфюмерs français, marie de Médicis. 6-6-2, pipi, pipi. Oh, hum, hum. Куда, птичай, птичай. Да уж. Ну, блин, опять же, первое впечатление, первое впечатление. Что-то там пробивается очень неплохое, но вот этот аромат, видимо, нужно подольше будет изучать. Потому что он такой, такой, по сравнению со всеми вот этими, особо какой-то амбивалентный. Он как вот эта вот капсула в игре GTA, с одной стороны белого цвета, с другой красного, но тут другие два цвета. Зелёненький какой-то. И такой прям мудрого-голубой. Такой жемчужный. Что-то в нём есть и акватическое. Это прям вот фонит очень далеко на фонит. Ну, вообще-то... Скажите, секунду у меня всё милее и милее, честно говоря. Из всех-всех-всех вот этих он хотя бы, наверное, самый миловидный, что ли. И какой-то такой молодой, я бы сказала. Юный, точнее. Но всё же... Заявленных денег, в смысле запрашиваемых за него денег он, конечно же, не стоит. Он где-то на уровне DKNY Fresh Blossom, вот в этом духе. И он даже до Chloe O'Fresh, Sea by Chloe O'Fresh не дотягивает. Ну, смотри, он, наверное, и не собирался. Вот я сегодня как раз думала про парфюм Лорита Лэнд. Типа, что бы там ни говорили про Франсиса Курджана, создавшего Бакараруш 540. Ну, и вся его марка так тоже горячо обсуждается. И я сама никак не могу окончательный вердикт выдать парфюм Ли Плюэль. Мне очень хочется его иметь, честно говоря. Но он так красив в начале и так ужасен в конце, блядь. Но, тем не менее, Лориту Лэнд он создал, я считаю, безукоризненно. У меня прям все обвинения с него снимаются. Потому что, мне кажется, лучшего запаха для такой концепции придумать нельзя. И вот. Нет. И все же, и все же, блядь, какое блаженство, что придумали вот эту вот тему с Левантами. Иначе бы я вскрылась от того, сколько я бесполезно денег потратила на парфюм. Читая вот эти вот отзывы. Ну, то есть ты этот, хочешь разделить вот этот восторг. Не понимая, что даже несмотря на то, что отзывы пишут, давайте, как разные люди на форуме, их не объединяет ничего. Ни кровные узы, да ничего, типа. Даже если бы они были однояйцевые близнецы, усы все равно были бы разные. Ну, думаю, я, наверное, тоже поставлю. Ну, хуй знаю. Три. Не с плюсом, не с минусом. Ну, три. В общем, Каял меня удивил. Типа это вот чистый арабский бренд. А остальные все, как будто бы немножко злябзли в арабах, как раз, но не случилось пьема. Ну, надо сказать, что я оцениваю не их какую-то благородность, там, типа, элегантность, там, выспанность. Вовсе нет. Тут какие-то другие факторы. Какую-то самобытность я в них оцениваю сейчас. Да, джюри оказался фаворитом. Да, это лучше, что я сегодня слушала. Такие дела. Но все равно, наверное, я выйду из Буслопана. Он не разбил мне сердце. Пока. Пьются ароматы, словно ураган. Брата Валентина и в Сен-Лоран. Только не узнаем мы истории. В чем большой секрет Виктории. Ты мне что-то обещаешь, Но твоим словам не верь я. Ты сама прекрасно знаешь. Это просто фактор. Эй, 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 эй. Ты мне что-то...